У собак-инвалидов впервые появилась возможность крепко встать на все четыре лапы. Свердловские ортопеды и ветеринары начали выпускать протезы для животных. Понравили хвостатым такие обновки, выясняла Ксения Момот. Марина Мелехова таскает пса за хвост не в наказание. Объясняет, Баксу немного неприятно, но без такой помощи собаки не удержаться на лапах. А так вот, чему мы научились. И немножко можем ходить. Когда у пса отказали лапы, прежние хозяева умыли руки, сдали зоозащитникам. Но Марина не смогла пройти мимо Бакса, забрала его к себе и начала активную терапию. Псу ставили уколы, водили его к массажисту и даже на плавание. Гуляем вот так, вот либо поводок под живот, либо за хвост. Ему это не мешает, никаких болезненных ощущений. Но в принципе он пытается ходить и сам. А когда вот какие-то поездки, погрузка, выгрузка, это, конечно, он довольно увесистый парень, это вот тяжело. Помочь смелой хозяйке решили ветеринары и специалисты протезного завода. Для четвероногих они разрабатывают специальные корсеты. Раньше сердобольным собаководам приходилось буквально изобретать велосипед для собак. Помню, у нас был случай с полутаксой, подкликнулся только человек, слесарь завода, который просто соорудил коляску. То есть это совершенно был не специалист какой-то протезный, просто сделал коляску для собаки. И вот это был единственный случай за историю нашего существования, когда собака-инвалид смогла, грубо говоря, встать на лапки. Арго повезло, о нем позаботились телезрители. Дочь Лены Масалковой увидела его в новостях и всего в бинтах забрала домой. Хирурги рассказали, собаку-хулиганы привязали к рельсам. Рассказывали, ну, уже и в больнице, что его привезли. Лапа была уже, он отгрызал ее сам себе. То есть животные, они вот так вот избавляются, чтобы не было нагноения, загноения. Ну, характер травмы непонятный сейчас, но он считает, что это все-таки была рублена рана. Он с трех месяцев, он не понимает, как нет лапы. То есть для него, естественно, что он прыгает. Он бегает и играет в футбол, бегает с детьми, он очень любит детей. Несмотря на тяжелую травму, пес на людей не озлобился. Гоша, дай лапу, дай лапу. Да ты умница. Любимому питомцу разрешают все. Только купаться без поводка не отпускают. Объясняют, Гоши тяжело самостоятельно подниматься на берег. Молодец, молодец. А двортерьер Марсик сегодня впервые после операции встает на все четыре лапы. Хотя одна из них искусственная. Сапожок сделали уральские протезисты. Пришлось изобретать вот такой вот, ну, можно сапожек для укорочения. Да, с легким амортизатором, чтобы и здесь вот держало, а внутри немножко амортизировало, смягчало вот ее косточку болезненную. Скоро, кроме грубой уличной обуви, у пса будут и домашние тапочки. Зоозащитники объясняют, раненые животные с протезами быстрее найдут хозяев. Пока взять на себя ответственность за такого питомца готовы немногие. Ксения Амомат, Сергей Чайков, События ОТВ. 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 Ксения Амомат, Сергей Чайков, События ОТВ.